Субтитры сделал DimaTorzok Почему Реал Мадрид должен побеждать Ювентус в гостях на стадионе Ювентус? А сделать его? Я не думаю Короче, перейдем на старте Мы будем сегодня играть в матче Лиги Чемпионов 1-4 Я уже все озвучил Итак, букмекеры считают, что фаворит хоть немножечко, но Реал Мадрид На фаворит Реал Мадрид На победу сливочных 1xB дает 2,60 А на Ювентус дает чуть больше 2,90 На ничью 3,36 Винлайн считает практически так же На сливочных 2,59 У Юви 2,85 И 3,20 на ничью Ну а у Олимпа все практически в тех же числах Ювентус 2,91 3,30 на ничью И 2,64 на победу Мадридиса Здесь, что интересно, смотри Если в прошлых матчах был разлет хотя бы на 1 Здесь у нас даже на 1 метр такого большого разрыва Где-то 0,3 между собой команды делят Букмекерские ставки Ты имеешь в виду между разными букмекерами? Нет, вот смотри Вот здесь 2,60 Здесь 2,90 А, ну? Да, совсем близко ставим Поэтому команды считают вся Считают вся Да Практически равными Из остальных пар, если посмотреть Ну, реально, самое Фаворит Севилья Да, они выиграют ЛЧ в этом сезоне Ну, из тех пар, которые вообще представлены в 1,4 Это самые красочные, на которые реально можно посмотреть Потому что многократный чемпион Италии Против двукратного подряд обладателя Трофея Лиги Чемпионов Вот это будет интереснее Не надо забывать, что это прошлогодние финалисты Лиги Чемпионов А не то, что там трехкратный победитель Кубка УЕФА Давай не будем об этом Мне кажется, что есть еще прекрасные пары Типа Ливерпуль-Ман-Сити Но нам предстоит немного другой матч Ван Дайк и вратарь Ливерпуля-Сервис Привет Мы не являемся? Да Мы очень многое Итак, не будем о плохих матчах Будем только о хорошем Ювентус-Риал-Мадрид 1,4 финала Лиги Чемпионов ИФА Итак, стадион Ювентус переименован в Донбасс-Арену, друзья Я надеюсь, что лучший украинский стадион принесет вам сегодня победу Надеюсь Что самое интересное, почему-то нет Лужников Нет стадиона Ювентуса для начала Нет, нет, нет стадиона Ювентуса Нет Лужников Нет стадиона Олимпийских, где будет проходить финал Лиги Чемпионов Нет стадиона Центральной в Казани Нет стадиона Трудовые резервы где-нибудь там Нет не в Саранске Саранские Трудовые резервы Кстати, как съездил? Потом Ладно Во время игры Да Итак, Ювентус-Риал-Мадрид Я бегу за очередной победой на платформе PlayStation 4 Понеслась У них вот тут Их же два брата-вратаря Кирилл Навас и Дмитрий Навас Да на тебе Кирилл Навас Павел Дебала Павел Дебала забивает этот мяч Ну с него линзы выпадают Почему он так празднует голубь? Я не помню, Дебала Очень любит свою девушку Капсула с аргентинскими веществами Ну не знаю Ну пока ты прям стремишься К тому, чтобы забить еще один Ну не еще один Еще один Да Это же сегодня так часто происходит действительно Конечно Бухоничи выносит мяч На чужую половину поля Как думаешь, правильно ли сделали то, что вновь вызывает Нойштеттера? Ну Нойштеттер вообще не играет, насколько я понимаю, в своем клубе И, ну в целом За сборную Франции он, против сборной Франции он, по-моему, выходил Он, да, он вышел Я, к счастью, этот матч не смотрел А я смотрел И поэтому я могу сказать, что третий гол был забит сугубо из-под него Поэтому нет смысла говорить об этом футболисте Третий гол ты сейчас про Бразилию говоришь, да? Я сейчас говорю про францию Что-то мы заболтались про сборную Я говорю про францию Общие сведения Гала 1-0 По ударам ты меня перестрелял У тебя один удар в створ Ты серьезно? Ну, братан, я умею играть фифу просто на плойке, а ты нет Четкие туринские пацаны Сборные пешеходных переходов Ой-ой-ой-ой Ну это, ну это же назревало Ну нельзя было не забить с таким количеством моментов Ну, Павел сейчас должен заплакать По-моему, он коленочку поцарапал Несите зеленку Она будет как раз в цвет формы Ну, там без шансов Даже для буфона Это с двух метров Извините меня Ну Вот здесь, кстати С двух метров Вот здесь правило Толстый на воротах Могло бы помочь Да Пацаны, соберитесь Давай, Александра Ну же Ну же Александра Александра Навешивает штрафную Бьем по воротам отлично да отлично чно куда падает мяч никто не знает ника еще раз дим поворот ой конфет на ой-ой-ой неужели неужели сегодня случится это то что ты выиграешь но может быть но не для хочется другое верно и все равно не попадем в счет итогового мать да я сейчас хочу спросить нашего режима у нас там все пишется нормально да можно запись остановить пожалуйста я хочу перезаписать этот мальчик я уже ментально в духе победителя нахожусь ментально не только мяч разыграл за несправедливость получай 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 был уголовок ударов створ примерно 3 свежий кого реже кого чечку чуть живу что учет вообще не видать так вот дачу сейчас было есть ты настолько пренебрегаешь моими навыками игры в фифу я чет немножко услуг не заметил то что я на треугольничек нажал сина сутова вот на она и на три минуты успеем успеем давай кидай давай 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 беги в свою сторону беги да не карвахаль ну же помоги братан ладно мы сейчас сами вызовем атаку google скоста свидетели и игуаин да вот эти вот первая ничья за всю историю нашей программы не считаю матч манчестер сити арсенал пусть это был кубковый матч а так мы фиксируем ничью 2 да это было очень потно у меня прям вспотели ладошки у тебя кстати нет хотя ударов по твоим воротам было так заметненько побольше да мы смотрим сколько мне просто знаю почему не потому что она уже на первых минутах я тебе заколотил до 23 удар поворотом 15 вор 20 центра поле 56 процентов владения 78 ужасный процент точности пассов у меня в целом заметь ты как ты очень жестко напрягался когда ты пытался мне забить я же не напрягался после того как ты мне заколотил второй мяч я хочу сделал правильно наказал посадил на место осадил понял и так букмекеры считают что этот исход счет 2-2 или в целом говоря ничья один из самых наверное нереалистичных 3 6 как минимум на этот результат ну с одной стороны это хорошо если реально так будет то можно заработать много денег но вы все все те кто смотрят наши прогнозы знаете то что нам двоим верить нельзя ни в коем случае нельзя верить ну и на этой мажорной ноте наверное можно с вами попрощаться с вами были роман поленсков александр дегтярев спасибо пока увидимся на следующей неделе наверно пока